Всем привет, ребята! Вы на канале Собервижн. И наконец-то сегодня видео о желтых симпатягах Лазиус Флаус. В этом выпуске мы откроем им второй модуль. Также покормим их и узнаем, как они реагируют на появление чужака на их территории. Вначале хочу порекомендовать зайти и посмотреть на группу интернет-магазин MyAns. В ней вы можете найти много интересного на муравьиную тематику. Что понравилось лично мне, так это то, что в группе продаются винаторы и отличные формикарии для содержания панири, а также много других интересных товаров. В группе вы найдете советы по содержанию муравьев, опросы и многое-многое другое. Там полно положительных отзывов. У группы есть YouTube-канал, где можно найти ролики из серии муравьи с увеличением, эксперименты, изготовление формикариев и так далее. Вступайте в группу и подписывайтесь на канал. Кстати, в группе сейчас проходит конкурс. Все ссылки в описании под видео. Возвращаемся к нашим желтопузам. Я хочу рассказать, почему мне так нравятся эти муравьи. И дело тут не только в их очаровательном внешнем виде. Хотя вначале именно это привлекло меня в этих муравьях. Надеюсь, вы помните, с чего все началось. Этой колонии уже около двух лет. А заселил я ее в этот формикарий примерно полтора года назад. И за все это время она заполнила всего один модуль в этом формикарии. Всего один за такое время. В последнее время я просто обожаю медленно развивающиеся виды. После огненных муравьев, которым каждый месяц надо было делать все новые и новые формикарии, мне стали нравиться виды, которые очень медленно развиваются. Вы не торопясь, спокойно наблюдаете за всеми этапами развития колонии. От одной матки до большой колонии. Все происходит медленно и спокойно. Интерес от этого только увеличивается. Так и с этой колонией. До момента открытия модуля прошло полтора года. И за все это время я с большим удовольствием наблюдал, как желтые симпатяги становились все смелее и смелее. Наблюдал, как муравьи делают свои неуверенные шаги по арене. Всего боятся. Постепенно-постепенно начинают осваиваться. В общем, здорово, что этот процесс растянулся, и мы имеем возможность очень плавно наблюдать за всеми процессами. Хобби содержания муравьев дома в качестве домашнего животного обязывает нас быть терпеливыми и ни в коем случае не торопиться. Хотя иной раз так и подмывает поскорее пересадить колонию, поскорее открыть им модуль и так далее. Я не спешил с предоставлением флаусам дополнительного места, хотя и заселил их буквально с десяти рабочих. Это была не моя спешка побыстрее заселить муравьев в формикарий. Я хотел привести некий эксперимент и показать вам, почему лучше не заселять маленькие колонии в формикарий. Мы помним, чем это обернулось. Вторая камера, где в формикарии каблучок нет гипсового пола превратилась в помойку. Да, по мере роста колонии эта камера была вычищена, но следы все равно остались. Благо, обильных следов их жизнедеятельности немного, и в принципе ничего критического не произошло. Повезло, например, что в формикарии не размножились клещи, что муравьи не запачкали верхнее стекло и так далее. Ладно, это пройденный этап. Самое время открыть новый модуль. Количество муравьев позволяет это сделать. С мусоркой колония тоже определилась, а точнее у колонии два дальних угла заполняются отходами. Хотя все, что остается от больших тараканов после поедания, так и лежит на своем месте. Но тут дело в их физической возможности оттащить такого гиганта на мусорку. Итак, ребята, чтобы открыть доступ муравьям ко второму модулю, нам необходимо поменять большую перемычку на маленькую. Давайте посмотрим, как воспримут это наши малыши. В принципе, реакция предсказуемая. Вначале очень аккуратно, не спеша, первые рабочие начинают исследовать новое жилое пространство. Для лучшей адаптации муравьев я сразу увлажняю гипс во втором модуле. Их неспешное заселение закончилось быстро, и буквально за два часа в новый модуль перебрались остальные муравьи. Они занимают гипсовую часть, свое излюбленное место. Там они обосновываются без расплода. Да и матка остается в старом модуле. Кстати, о расплоде. Его у садфлаусов полно. Тут хочу отметить еще один плюс этих муравьев. Их можно не зимовать. Эта колония ни разу не подвергалась искусственной диапаузе. Как вы видите, яиц полно. Также много и личинок. Коконов сейчас не так много. И кстати, посмотрите, что коконы у них не закрыты полностью. Хотя вроде как должны быть. С этим не беда, такое бывает. Что по поводу кормления этой колонии. Тут тоже все стандартно. Ежедневно они получают сахарный сироп и два раза в неделю вместе с сиропом я даю им белок в виде тараканов. Живой, так сказать, белок все-таки предпочтительнее, чем различные его заменители. Хотя колония отлично себя чувствовала на замороженном планктоне. О нем было предыдущее видео. Тараканов я хорошо придавливаю. Конечно, флаусы уже охотятся, смело бросаются на добычу. Но сейчас совсем маленьких тараканов у меня нет. Пустить такого гиганта на арену я не решаюсь. Он потопчет тут все, мусор разбросает, да еще и проникнет в гнездо и помнет весь расплод, да матку напугает. Поэтому лучше так. Сироп они очень хорошо и активно пьют. Я так и не положил никакой ватки на дно моей тарелки в виде скорлупы от фисташки. После того, как я наливаю сироп, минут через 10 я стараюсь выловить всех утопленников иголкой. Они оживляются и начинают чиститься от липкой тягучей смеси. Ну а тем временем муравьи уже окончательно освоились на новом месте. Прошла где-то одна неделя. Теперь будем ждать, пока колония заполнит битком две безгипсовые камеры. И уж потом можно будет открыть последний третий модуль. Ну и как я обещал в начале видео, я расскажу, как отреагировала моя колония на появление чужака. Чужаком выступит рабочий мессерструктор. Не то чтобы я его специально отловил. Во время ухода за пробирочными колониями жнецов у меня убежал этот рабочий. Из какой конкретно пробирки он убежал, я не знал. И тут как раз я готовил материал про Лазиус Флаус. Я решил посмотреть, как тихони отреагируют на появление чужака. И ребята, меня они поразили, действительно поразили. Потому что я не ожидал, что колония может так быстро мобилизироваться. Такими активными я их еще никогда не видел. Даже во время охоты на маленьких туркменских тараканов колония так не мобилизовалась. Муравей был помещен на арену и всячески пытался убежать. Но маленькие желтенькие охотники достаточно быстро, буквально за пять минут, скрутили этого рабочего. Но и дальнейшая его судьба печальна и трагична. На этом, ребята, я заканчиваю сегодняшний выпуск. Хотя череда расширений жилого пространства у других моих колоний продолжится. Посмотрите сюда. Даже спереди формикария у филахов есть муравьи. Сзади уже все битком. И пора сделать им дополнительное жилище. Об этом в следующих выпусках. Всем спасибо за просмотр. Если выпуск вам понравился, поставьте лайк. Подпишитесь на канал, на группу ВКонтакте, на Инстаграм. Все ссылки в описании. Всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!